Старый Новый год празднуют в Казахстане, России, Белоруссии, Украине, Грузии, Армении, Азербайджане, Киргизии, Сербии, Швейцарии и некоторых других странах. В нашей его стали отмечать с 1918 года. Дополнительный праздник, получившийся в результате смены стиля, для многих верующих людей имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания рождественского поста. Он, конечно, не такой может быть яркий, как обычный Новый год, но зато не менее интересный. И в этот праздник также люди поздравляют друг друга. Этот праздник как раз приходится на святки. Время от Рождества до Крещения. Святочные гадания распространены до сих пор и не только на территории России. Девушки гадают нас с ужиного, но и мужчины не прочь узнать о своей судьбе. У кого как, у нас это была бумага, которую надо было смять и по тени гадать. А так, в принципе, ничего такого сверхъестественного. Все то же самое, так же, как у всех. Популярность Старого Нового года, как ни странно, растет из года в год. Все больше людей относится к нему как к самостоятельному празднику, который не требует суеты и продлевает радостные впечатления от каникул. Мы собираемся вечером за столом, отмечаем этот праздник. Новый год по Старому календарю. Когда-то все равно эта традиция осталась с старых времен. Я считаю, что нормальная традиция, веселая. Пусть она остается и живет. Старый Новый год для нас, значит, это сбор друзей, родных, тех, кого мы рады будем видеть. А так праздник не отмечается. В основном, потому что все поразъезжались в разные города. Кто не успел сегодня, может встретить Новый год еще раз, через месяц. По восточному календарю, талисман этого года, синяя деревянная коза, вступит в свои права 19 февраля. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.